Известный российский политолог Григорий Трофимчук в интервью Ахар Аз оценил ситуацию в Армении, а также вокруг переговорного процесса по Карабаху. Он сказал, напряжение в Армении не закончится. С приходом во власть Никола Пашиняна оно как раз началось и постепенно развивается дальше. Сам Пашинян при этом не может ни поднять уровень жизни населения, ни подавить коррупцию. Поэтому теперь он нашел новый повод для оправдания отсутствия результатов борьбы с коррупцией. Виноваты суды, судебная система в целом. Потом будут виноваты родители коррупционеров, потом бабушки и дедушки коррупционеров, потом кто-то еще. А потом в еще более чудовищной коррупции народ обвинит уже самого Пашиняна и его команду. Роберта Кочаряна премьер-министр был вынужден отпустить из-под ареста, так как не смог просчитать возможную реакцию Москвы на репрессии в адрес бывшего президента Армении. Проще говоря, он испугался. Если же Никол Воваевич ведет в суды своих людей, это поможет возникновению в стране уже тотальной коррупции. Российский политолог отметил, что Карабах – одно из главных направлений деятельности Пашиняна, где он приступил к ликвидации коллективных переговорных усилий всех последних 25 лет. Он объявил, что мир на территории не меняет, хотя изначально это и было главной сутью процесса урегулирования конфликта. С другой стороны, он заявил, что не имеет к Карабаху никакого отношения, но в то же самое время активно пытается поменять там власть. Все это приведет к тому, что Карабах отдалится от Еревана, попав под прямое влияние Соединенных Штатов. Тем более в перспективе дальнейшего давления Белого дома на Иран. Пашинян обвиняет всех и во всем, поэтому какие-то там обвинения в адрес армянских политиков, в том плане, что они якобы хотят сдать земли Азербайджану, новостью уже не являются. Это часть внутренней политической борьбы в стране, которая скоро станет еще более жесткой. Что касается переговоров с Баку, то думаю, сам Пашинян удивлен, что азербайджанская сторона спокойно продолжает дискуссию на фоне того, что у Баку, благодаря странным шагам самого Пашиняна, появилась масса тяжелых козырей для оказания невоенного давления на Ереван. Казалось бы, Никол Ваваевич сделал все для того, чтобы спровоцировать Азербайджан на новую Карабахскую войну. Но Азербайджан почему-то на это пока не ведется. Трофимчук подчеркнул, что Пашиняну все труднее придумывать новые проекты, которые бы смогли приостановить падение его рейтинга. Сейчас для этой цели выбраны, приговорены суды. Сам Пашинян пришел к власти неконституционным путем, хотя попытался максимально исправить свою главную базовую проблему, проведя внеочередные выборы парламента. И это говорит о том, что и его тоже может снести толпа. Тем более, что его отчеты об улучшении жизни граждан выглядят неубедительно. В регулярных словах о демократии калорий и денег нет. И все больше людей убеждается в этом. А политическая оппозиция Пашиняну уже существует. И постепенно, как я сказал, начинает проявлять себя все более жестко. Тем более, что как политик Пашинян слаб. И все это чувствуют, видят. Политолог сказал, что у Баку есть на руках серьезные рычаги невоенного характера для воздействия на Пашиняна. И я не понимаю, почему он их до сих пор не использует. Это ложка дорога к обеду. А если за Пашиняном негласно стоят вне региональные силы, которые намеренно провоцируют новое армяно-азербайджанское столкновение, то новой войны в таком случае не избежать. Все понимают, что переговоры по Карабаху идут только ради переговоров, так как реального решения проблемы нет. Если в Карабахе случится большая война, то можно дать прогноз, что будут ослаблены и Армения, и Азербайджан. Изолированной войны здесь не получится, так как взорвется весь регион. Тем более с учетом, не побоюсь тавтологии, близости Ближнего Востока и Ирана.